1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Всем большой привет! В сегодняшнем видео я наконец-то покажу вам свои разочарования в косметике, в декоративной, в уходовой. Их не так уж и много, но это действительно разочарование и деньги на ветер я обязательно должна с вами этим поделиться. Я начну с туши. Это самый дорогой продукт из всех, что здесь есть, поэтому быстренько определимся с дорогим и перейдем к дешевому. Это тушь Eves Saint Laurent. У меня это уже третий тушь от Eves Saint Laurent. И это третье мой разочарование. Я не знаю, почему я покупаю их снова и снова. Наверное, дело в том, что после того, как вы открываете тюбик с тушью, принеся его из магазина, вы пребываете в полном восторге 2 недели примерно. Дальше тушь засыхает. Все. И как будто ее и не было. Это касается именно туши Eves Saint Laurent. Я не готова тратить 2-3 тысячи рублей каждые 2 недели на тушь. Если вы готовы, то смело покупайте и берите что-то из этой серии, потому что сами по себе ресницы вас определенно будут радовать. Вот такой консилер от MAC. Консилер, который создан для того, чтобы корректировать несовершенство в виде высыпаний, каких-то покраснений, рукцов, но не кругов под глазами. То есть это очень плотный и сухой консилер. В принципе, это достаточно популярный и доступный по цене. Но сколько бы я его не пробовала, я его распробовала и смаковала уже 3 года. 3 года! У меня он всегда вызывает закупоривание пор и покраснение, и прыщи, и все, что только мне не нужно. Все, что он призван замаскировать, он наоборот вызывает на моей коже. Причем это касается не только меня, это касается моей мамы и моих знакомых, которые использовали вот этот консилер. Он у них тоже вызывает какую-то дрянную реакцию, поэтому фу! Это не прошло тест. Теперь дешевенькая и очень популярная это Baby Lips от Maybelline. То, что сейчас везде и всюду, даже в продуктовых магазинах можно купить. На самом деле, когда только появились у нас в России эти гигиенические помады, они были представлены в бесцветном варианте. Я их тогда купила все. Ну, они были почти бесцветные. Я их купила все, потому что я смотрела американских блогеров тогда, и они поголовно пользовались этими гигиеническими помадами. Я не знаю теперь, был это пиар или нет, потому что для меня эта гигиеническая помада это полный отстой. Она ничего не делает с моими губами. Плюс сейчас у них очень много цветных версий, более таких ароматных. Ну, в общем, это такая детская забава, которая, например, в моем случае, она не увлажняет губы. Как таковые она делает их блестящими, но она не делает их напитанными и не сохраняет продолжительный эффект. Если есть какие-то шелушения на коже или, не дай бог, герпес, все. Вы наносите это на губы и видите все, как будто вам подсветили просто хайлайтером все ваши шелушки. Поэтому это тоже фу, слава богу, что это стоит. Меньше 100 рублей, поэтому вообще не жалко. Теперь о том, как смывать макияж и делать это совершенно безуспешно. Это Organic Therapy. Идеальное средство для снятия макияжа с глаз с органическим экстрактом огурца. Это не идеальное средство. Это то средство, которое вы наносите на ватный диск, на тампон и трете, трете. Мажете, мажете, держите, держите. Сколько вы так вот льете, льете на глаза и ничего. Ну вообще, максимум, что это уберет, это ничего. Это только размажет, сделает вам синяки, эффект панды. Но точно не уберет макияж. Я не знаю вообще, как это возможно. Но действительно, это не работает. Это стоило около 100 рублей. Поэтому история та же, что и с помадкой, тоже не жалко. Но я попробовала, потому что это же идеальное средство. Но оказалось, что это полная туфта. Недавно я обновила свой уход за кожей. И совсем скоро я сниму об этом видео. Я хочу вам рассказать о том, как я это сделала, как изменилась моя кожа. Но среди новых средств для меня это была марка Lush. Я никогда прежде не пользовалась, а теперь решила попробовать. Одним из средств, которые я приобрела, был вот такой гель для устранения каких-то воспалений на коже. Здесь в составе есть масло чайного дерева. Это то, что я искала. Мне можно было масло чайного дерева, потому что оно очень хорошо воздействует на мою кожу обычно. Но в данном случае у меня ощущение, что я наношу на кожу просто какой-то желатиновый раствор. Я не знаю. У меня нет ощущения, что я нанесла на кожу что-то типа антисептика. У меня есть ощущение, что на коже что-то есть. Но это не устраняет мои прыщи, мои какие-то высыпания. Здесь говорится о том, что это помогает устранить прыщик еще до того, как он появился. Но нет, это не правда, не верьте, не слушайте. По деньгам это в принципе недорого, поэтому тоже небольшое упущение. Еще два средства для ухода за кожей. Это вот очень доступные и по цене, и по локации. Две маски от Organic Shop. Сейчас их тоже очень много где продают. Лет пять назад я пробовала вот эту маску. Тогда я училась в школе. В принципе, я немного чего могла себе позволить. Раз я купила эту маску, то она не может быть плохой, понимаете. Сейчас я уже более разборчива, сейчас я уже более требовательна и капризна. Поэтому я могу сказать смело, что эти две маски тоже не делают с моей кожей ничего. Ни хорошо, ни плохо. Ну, я думаю, хорошо, что ничего плохого не случилось. Но то, что вот эта маска не очищает, а вот эта маска не увлажняет, я могу смело сказать, для чьей-то кожи возможно подойдет. Но для моей кожи это просто эффект присутствия на пять-десять минут, а потом все как будто и не было. И последнее, что я вам сегодня покажу, к счастью, у меня не очень много разочарований. Это средство для волос от Шварсков, это Егора. На данный момент я использую для волос красители Егора. Это оттеночная пенка, которую я приобрела, когда красилась блондинку. Это оттенок, в общем, 9,5-1, это почти самый светлый. Это Pearl Blonde Pastel, жемчужный блондин, жемчужный пастельный блондин. Идея такая, что вы наносите это на волосы, оставляйте на 3-5 минут, нет, на 15-20 минут, если вы хотите посильнее покрасить волосы, и тогда вау, вы должны это смыть, ваши волосы должны быть шелковистыми, блестящими, изумительно приятно пахнущими, и при этом они должны поменять свой оттенок. Волосы реально приятные после, они какие-то такие наполненные, есть ощущение живых волос, очень приятное ощущение, причем оно достаточно долго сохраняется. Но вот оттенок мои волосы не поменяли вообще, хотя заявлено, что оттенок реально меняется. Я честно скажу, что разочарована больше всего, потому что я ожидала совсем другого. Возможно, проблема была в том, что мои волосы были после смывки, после порошка, и они были очень невосприимчивы к красителям. Возможно, дело в этом. Но я не знаю, я как-то, я ожидала, что это будет работать, но это не работало, не сработало, а теперь мне это уже не надо, так что это тоже или отдам кому-нибудь, или выкину. Нафиг. Если я вдруг задела ваши чувства, упомянула ваш любимый продукт, пожалуйста, простите, но это мое мнение, это мой опыт использования вышеупомянутых прекрасных вещей. Пишите мне свои комментарии, ставьте мне пальцы вверх-вниз, куда у вас там пальцы тянутся, надеюсь, вверх. Я благодарю вас за просмотр, очень скоро сниму видео про свой уход обязательно. Спасибо вам большое за просмотр, увидимся очень скоро. Пока!